Думаю, серьезные изменения в моей жизни это только профессиональные карьеры. Я стал, начал выступать за очень сильную команду, московскую команду «Стрела». Там такие именитые спортсмены, как Александр Уолков, Михаил Заяц. Ну, много, короче, сейчас в данный момент спортсменов, которые подписались туда. Молодых, амбициозных, перспективных. И я только с радостью, получается, и желанием по предложению моих людей попал туда. Ну, помимо этого, проделал очень много сборов. Тот же самый Таиланд. Там ездил в Чечню на сборы. Тоже уже побывал Тулы два раза за эти полгода. Ну, выиграл два боя. Как говорится, иду пока без поражений. Хвала Всевышнему за это. Так что все пока что нормально. Скорее всего, конечно, нет. Ну, были вообще сомнения, что заниматься профессиональной деятельностью или нет. Потому что в начальном этапе никто не помогал. Там спонсоров не было. Не было сильной команды за спиной. Не было, так, поначалу специализированных тренеров. Ну, в данный момент хорошо, что все так сложилось, что я не сошел с этого пути. Продолжил любительскую карьеру, плавно переходящую, профессиональную. И попал в такую сильную команду. И сейчас возглавляю один из, ну, как вы сказали, да, главных промоушенов. Там, главный бой. И это только мне, я не знаю, это мечты сбываются, наверное. Если смотреть на реальность, то, конечно, не думал, что я прям стану таким хедлайнером турнира, да, грубо говоря. Пойду один из главных претендентов на чемпионский, да, там, титул. Ну, с перспективными бойцами моей весовой категории. Конечно, не думал я об этом. Были только мечты и фантазии, да, в голове. Ну, как говорится, без фантазии и своих, ну, мечта и дела, как говорится. Ну, и получилось, что потихонечку, потихонечку прикладываю усилия за дня в день. У меня начало это получаться. Конечно, не сразу, как в фильмах, да. У него сразу, по-моему, пришел на тренировку и стал чемпионом. Конечно, нет, столько синяков, крови и пота было, что, не знаю, наверное, это не передать словами, как говорится. Думаю, что это легкая у нас жизнь, да, там. Просто иногда не отмечаешь даже свой день рождения, потому что сидишь на диете, там, не ходишь, там, на праздники, на свадьбы, друзьям не попадаешь, там, на юбилеи, да. Много чем жертвуешь, чтобы, как говорится, поймать эту волну спортсмен, профессионального спорта. Ну, я пожертвовал этим, и дай бог, все складывается, все хорошо и удачно. Да, когда у меня был отец жив, если честно, наверное, это больше не мотивирует подраться душам Бетом, отдать должное отцу, потому что это моя историческая родина. Я хочу показать всю красоту того мастерства, что я накопил, как говорится, к своим 24 годам, и просто сделать праздник для своего народа и показать, что, ну, стереть свои стереотипы, которые, там, складываются по поводу нашей национальности, да, что мы, там, только можем быть разнорабочими, как говорится. Нет, мы тоже разносторонние люди и умеем, и, как говорится, и тренируемся, и выступаем, и вообще не только в спорте, грубо говоря, там, и в учебе и так далее. Да, конечно, я родился в России, получается, и продолжалось, и стал, как я, профессиональный спортсмен именно тут, но по детству вообще я начал заниматься спортом в Киргизии, так как у мамы был бизнес, и там периодически, не периодически, на постоянство мы жили в Киргизии в мою молодость, и я там занимался вольной борьбой, потом переехали сюда, в Россию, уже там, в подростковом возрасте, я продолжил заниматься греко-римской борьбой, и планы перетекло, это как-то полноконтактный, так называемый старый Панкратион, и начал уже выступать по боевому самбо и по любительскому ума. Снегов. Есть хорошие спортсмены на данный момент, тоже, так называемые, ну, они дерутся в других организациях, но потихонечку также пробираются в топы, ну и вообще, как говорится, родоначальник ММА в Таджикистане, это Эфтихор Арбобов, да, так называемый пионер ММА, и могу отметить молодого Азам Гафуров, он тоже сейчас подписан на Ахмати, у него, кстати, на днях вот бой, хочу ему пожелать только победу и терпения. Ну, сейчас много, потому что в Таджикистане развивается сейчас ММА, молодой вид спорта, и начинают появляться уже свои чемпионы. Я думаю, лет 10 еще, и будет хороший высокий уровень, как в России, а в России, надеюсь, будет такой же высокий уровень, как в Америке. Так что дайте время просто, и вы увидите, какое там поколение вырастет. Не, у меня, получается, отец занимался вольной борьбой, и он там выигрывал чемпионат в Таджикистане. А мать у меня занималась конькобежным видом спорта. Ну, так что у меня вся семья спортивная, и как-то получилось так, что в детстве не то, что меня отдали родители, я сам хотел, смотрел на них и хотел пойти как-то в спорт и начал заниматься. Ну, и получилось так, что это затянуло меня, как трясина. То, что на территории, как говорится, дома, на своей территории, я думаю, как большой ответственности на меня это не возлагает, так как я приеду делать праздник. Я не настраиваюсь на хмурость какую-то, как в предыдущих боях. Как говорится, моя задача подготовиться, а остальное все зависит от Всевышнего, и я покажу реальный праздник фанатам своим, им понравится этот бой. Мухаммед хороший боец, хороший парень, хороший человек. Я думаю, он только за будет сделать красивый и зрелищный бой, и я думаю, на него это тоже не будет какая-то особенная ответственность, что, как говорится, может быть в кавычках это для него вражеская территория. Я думаю, не думаю, что он так не считает. Тоже, как говорится, мы братья, мусульмане, да, я не вижу его там потенциальным своим врагом. Это просто соревнование, это спортсмен тоже хочет выиграть меня, забрать мои баллы, да, там очки, поинты. Я у него тоже хочу это все, ну, так же его выиграть. Это просто соревнование, никакой агрессии там личности нету. Я наоборот его уважаю, он очень хороший парень. У нас в стране гостеприимство очень развито, и мы радушные люди. Я думаю, наоборот, только, как говорится, поддержат. Если какая-то нужна будет помощь, помогут в любой ситуации, любой человек. У нас воспитание другое чуть-чуть, и я думаю, проблем никаких не будет. Наоборот, ну, конечно, меня будут больше поддерживать, за меня болеть, но агрессии, я думаю, никакой, и я не прошу ее никакую эту агрессию по отношению моему оппоненту. Получается, первоначально, ну, когда только начинал, да, профессиональную карьеру, конечно, это были, там, тоже с дебютантами, да, мы выступали, там были только небольшие, там, профрекорды у моих оппонентов были. Там видео на ютубе мало было, и получалось так, что я импровизировал больше во время боя, там, зная заранее, там, особенно не понимая, например, мастер спорта по ММА, да, это как вот можно понять, он и борется, и бьет, и это получалось, выходил на ринг и импровизировал, что делать. Может, там проверил, посмотрел, что сильнее ударка у него, пошел бороться. Если борьба не пошла, пошел бить, да, простая логика. А уже со временем, когда начал выступать в ACB, уже оппоненты стали более известные, да, там, иностранцы много, у кого большие рекорды уже, некоторые оппоненты были из UFC, из ТАФа, на их боях было не проблема найти, и уже там с тренерами коллегиальными, там, узнавали и подготавливались к этому бою, там, без проблем. И у Хаммеда очень, там, картотека, видеозаписи очень большая, там, ну, конечно, не буду скрывать, там, пролазил весь в соцсетях, вот, посмотрел, все любительские даже соревнования, там, тем более мы на одном любительском соревновании, даже вместе выступали, вместе делили пьедестал, я его помню, еще тогда запомнил, смотрел его даже в бои вживую, ну, в принципе, он так же обо мне знает, как я о нем, мы друг другу очень хорошо известны. Просто сейчас, кто на контракты в организации, все друг о друга знают и примерно прикидывают, кто с кем будет драться, да, там, на какие даже примерные даты, и все друг о друга, там, топ-7, топ-8, ну, даже топ-10, все друг о друге знают, и знают, че, какая сильная сторона, потому что уже в топ-10, там, не один раз дрались уже в организации, не два уже, кто по-3, по-4, да, как мы там с Мухаммедом уже дрались. Я думаю, нам предоставляют информацию, мы уже заранее знаем об этом бойце, а так, конечно, если нам скидывают промоутеры бойца, мы, как бы, тоже уже знаем о нем, предварительно так говорят, что, откуда он и как, какая страна там, ну, информацию предоставляют. Сколько сейчас у тебя боев осталось по контракту с ACB? Получается, осталось три боя. Три вместе вот с будущим, да? Этим даже я не заморачиваюсь, потому что этим занимается мой менеджер, и даже не хочу в эти дебри лезть, потому что я им полностью доверяю, нашему матчмейкеру Ибрагиму, и Жене, моему менеджеру. Они этими вопросами сами занимаются, и с точки зрения финансового, я думаю, и с точки зрения подписания контрактов, потому что они люди честные, и я думаю, обмана с их стороны я не вижу, потому что тут более взаимодоверие такое. У нас договора, даже контракта нету с моим менеджером, тут больше доверительные отношения, и я полностью с ним всегда согласен, и он, как говорится, не подставить не может. Но я только буду положительным, потому что это как минимум там будет честность, да, во-первых. Во-вторых, это будет даже, так скажу, сохранение здоровья спортсмена, и Сиби ведет к тому, что прекратить там весогонку, да, я только за, потому что я сам гоняю по килограмм 15, и я только буду рад, что не гонять там эти такие изнурительные веса, потому что если бы все бы не гоняли, я бы тоже не гонял. Так как все гоняют, и мне придется это делать. И думаю, только, как говорится, это только положительное нововведение, это наоборот для сохранения здоровья спортсмена и продолжительность его карьеры, я только за. Ну, проходил мед в простые тестирования, там сдавали тоже пробы, ну, я не знаю, мне постоянно ничего не говорили, ну, в принципе, постоянно везде все проходил, все чисто, все нормально, как бы даже об этом никогда не задумывался. Если только вели, я только за. Я просто спросил, потому что, ну, хотя бы ориентировочник, ты уже знаком, по крайней мере, с процедурой. С процедурой, да, конечно, я знаком, проходил этот момент. Ну, я не переживаю по этому поводу. Морально ты готов, как тем более участник главного боя, что, возможно, ты потенциально будешь подвергнут на турнику? Только за. Ниже, я думаю, вы точно не увидите. Это мне придется еще гонять. 22 килограмма, и я, наверное, упаду в обморок и умру. Думаю, нет, только если выше, но пока я хочу в полусреднем весе, мне это пока здоровье позволяет гонять. Ну, не говорю, что это мне достается легко, но, как говорится, после тягости наступают моменты облегчения, да. Все это не просто так, я выбрал эту дорогу. Я знаю, что это, как говорится, помогает мое терпение. Я думаю, еще подерусь в полусреднем весе, это точно, еще пару лет.